коллеги добрый день меня зовут анна скитневская я сотрудник лаборатории квантовой химии или лаборатории квантово-химического моделирования у нас две в Иркутском государственном университете спасибо большое за возможность выступить на конференции очень приятно и я хочу представить доклад теоретическое изучение эволюции внутриэволентных лакансий в катен радикалов медозола в водном окружении фрагменты медозола встречаются во многих биологических системах в первую очередь входит в состав куриновых оснований поэтому рассмотрение медозола отдельно позволяет отчасти моделировать процессы в биосистемах в частности речь идет о процессах в данной презентации речь будет о процессах происходящих при внутри валентной ионизации то есть при выбивании электрона глубоко лежащих уровней смотрим гипотетическую ситуацию пусть на некоторую молекулу действует источник энергии в результате чего образуется внутренняя вакансия другими словами это высоко возбужденное состояние в котором записано большое количество энергии высвобождение этой энергии может инициировать множество вторичных процессов если исходная вакансия заполняется внешне валентным электроном а при этом выделяется количество энергии которая может оказаться достаточным для того чтобы выбить еще один электрон используя молекулы такая ситуация соответствует классическому уже распаду известного для атомов или молекул в случае молекул конечная дикатионная система обычно оказывается неустойчивой и чаще всего фрагментироваться предположим что ионизованная молекула находится в каком-то окружении варианты развития событий в этой ситуации довольно многообразные и изучение таких цепочек превращений представляет собой серьезный вызов теории и экспериментов в другом случае сложно так вот еще один гипотетический пример который я изобразила это ситуация когда у нас две слабосвязанных молекулы и при отрыве электронов с глубоко лежащей энергетического уровня одной молекулы не заполнение последующем заполнении вакансии которая образовалась электроном с верхнего энергетического уровня может выделяться энергия которой может оказаться достаточно для того чтобы ионизировать соседнюю молекулу в этом случае мы получаем два катиона происходит так называемый клоновский взрыв в общем вообще говоря такое явление в англичесной территории называется интермолекула калампертикей по-русски я перевела так на свой взгляд межмолекулярный клоновский распад межмолекулярный или межатомный в принципе существование такого явления при внутриволентной и ионизации было предсказано в 97 году цитербаумом с авторами теоретически на основании расчетов и только через несколько лет было доказано что действительно в реальных системах экспериментально было доказано что действительно происходит происходит такие процессы и в общем вот начиная с этого времени достаточно активно исследуется но тем не менее еще много вопросов вот в двадцатом году вышел большой обзор именно по теме ICD если мы говорим о том что реализуется ли ICD в биологических системах есть положение что это может быть одним из эффективных каналов релаксации при внутриволентной ионизации биологических молекул и в некоторых случаях возможно каналам который позволяет им сохранять свою целостность при воздействии жесткого облучения вот на слайде представлены структуры которые были рассмотрены в работе структуры структуры в 2011 году и здесь моделируются моделируются 7 видов связей водородных водой которые характерны для биологических молекул в этой работе было показано что при ионизации молекул воды как раз реализуется именно эволюция то есть преобразование системы по сценарию ICD тогда как при ионизации ну превалентной ионизации именно биомолекулы ну тех молекул которые моделируют биомолекул в данном случае происходит релаксация системы по сценарию АЖ ICD тоже возможен но здесь начинается конкуренция и поскольку вариант АЖ он локальный происходит в рамках одной молекулы известно что он осуществляется быстрее вот в случае воды нет такого конкурирующего процесса и при ионизации воды как я сказала именно сценарий ICD в нашей работе 18 года впервые экспериментально было показано что при ионизации молекулы воды действительно происходит эволюция системы по сценарию ICD здесь рассмотрена пара вода тетрагидрокуран и показано что именно экспериментально нашими коллегами из института ядерной физики Макса Планка в Хайдельберге и подтверждено нашими расчетами в сотрудничестве с коллегами из университета Хайдельберга что при ионизации молекулы воды происходит заполнение низко лежащей и глубоко лежащей вакансии электронов внешнего энергетического уровня при этом выделяется энергия которой оказывается достаточно для ионизации молекулы тетрагидрокурана образуется два активных катиона и выделяет несколько электронов можно говорить о том что если такой процесс происходит в биологической системе то все говорят несколько достаточно активных частиц образуются которые дальше могут тоже переносить инициировать дальнейшие какие-то процессы сегодня я хотела рассказать о продолжении этой работы на примере системы имидазол-вода здесь представлены два варианта ориентации воды к молекуле имидазола и выбрана именно такая система потому что для имидазола с водой два предпочтительных варианта ориентации возможно никаких любые другие варианты они значительно менее устойчивы и мы можем в рамках одной оптической системы рассмотреть ориентацию воды протоном по перетиновому азоту и кислородом по азоту пирольного типа то есть в первом случае вода выступает формально в качестве акцентера электронной плотности а во втором случае в качестве донора электронной плотности геометрии и энергетика заимная устойчивость ориентации нами оценена на уровне mp2 с учетом колебательных поправок на том же уровне в общем полученное соотношение приблизительно 70-30 ориентаций оно совпадает с предшествующими исследованиями совпадает с экспериментальными оценками соотношения конформеров во всех экспериментальных и теоретических работах более устойчивым получается правый левый левый вариант в некоторых экспериментах бываются отношения один к одному в зависимости от условий для того чтобы однократное ионизованное состояние могло перейти в двукратное ионизованное состояние последнее должно быть более устойчивым и чтобы оценить выполнение этих условий можно сравнить спектры однократной и двукратной ионизации соответственно энергии там где по энергии будут они могут переходить друг в друга спектры однократной ионизации нами были рассчитаны на уровне adc3 это метод алгебраического диаграммного построения третьего порядка и вообще говоря это метод является интернативой методу связанных мастеров но позволяет получить спектр в более широком диапазоне поэтому именно такой подход нами был использован то есть преимуществами метода является естественно что это не энтерический подход термитовая задача на собственные значения прямое вычисление энергии моментов перехода то есть здесь отсутствует ошибка связанная с небалансированным описанием начального и конечного состояния в наших расчетах использована локальная версия программы которая разработана с участием нашей группы и на самом деле adc3 сейчас доступен в свежей версии программы и тем расчеты спектров однократной ионизации мы были вынуждены выполнить в другом подходе который сопоставим по точности с методом adc3 и ну просто потому что для расчета двукратной ионизации нет соответствующего метода adc для того чтобы оценить точность метода я привела несколько расчетов которые мы сделали для всех гитероциклов для потенциала двукратной ионизации нескольких гитероциклов для которых были доступны экспериментальные данные в копках возле экспериментальных значений приведена ошибка отклонения от эксперимента средняя ошибка adc3 составляет около 0,2 на 3 на 3 уровень качества и точности расчета с использованием описанных методов получены такие спектры ионизации ионизации спектры ионизации ионизации можно выбрать энергии валентной ионизации отрыво электронов от верхних состояний И где-то от 20 электронов вольт, скажем, не выше, это как раз внутриволентная ионизация. Условно можно отнести эти спектры как образование вакансий на 2С-орбиталях аглота кислорода углерода, соответственно. Ну, углеродные еще несколько уровней. Довольно широкие линии соответствуют этим переходам. Это связано с тем, что происходит нарушение орбитальной картины и возникает множество сателлитов. В спектре двукратной ионизации зеленым цветом обозначены состояния, которые характеризуются расположением вакансий на разных молекулах. То есть одна вакансия на молекуле имидазола, другая вакансия на молекуле воды. Оранжевым цветом обозначены состояния, в которых обе вакансии локализованы на молекуле имидазола. Состояния из двумя вакансиями на молекуле воды здесь нет, и мы не ожидали, не должны были их получить. Из работ по моделированию ICD и ОЗ-процессов в кластерах воды известно, что ОЗ-процессы в воде начинаются при энергии выше 35 электрон-вольт. Ну и опять же, вот как я говорила, соответственно, состояния однократные ионизованные могут переходить в двукратные ионизованные в том случае, если они, если двукратные ионизованные будут ниже по энергии. То есть цветами раскрашены состояния, которые мы предполагаем могут революционировать в двукратные ионизованные состояния. На самом деле вот такой спектр, широкий, размытый спектр за счет образования большого количества сателлитов, то есть сателлиты как раз и характеризуют состояние, когда у нас не просто вакансия, а еще какое-то происходит возбуждение в системе с глубоко лежащей вакансией. И некоторые сателлиты соответствуют возбуждению на очень высоко лежащие уровни, практически это будет соответствовать двукратно ионизованному состоянию. То есть в таких сателлитных состояниях система, короче всего, будет переходить в двукратные ионизованные. Я бы хотела обратить внимание на отличие в структуре двукратно ионизованного спектра в зависимости от того, как расположена молекула воды. В том случае, когда вода является ацептором электронной плотности, нижнему двукратно ионизованному состоянию соответствует состояние с вакансиями, расположенными на разных молекулах, от наноэмидазоли до наноэмидазоли. И состояние с двумя вакансиями на амидазоле находится аж более точечно 2,5 электрон вольта выше, 25,9 электрон вольт. В том случае, когда вода является донором электронной плотности, нижнему дикатионным состоянию становится состояние с двумя вакансиями на амидазоле. А состояние с вакансиями расположенными на разных молекулах даже оказывается немножко выше по энергии. Я связываю это с тем, что при случае донорного влияния воды она может экранировать образующиеся положительные заряды. Это видно даже на аспектре однократной ионизации, где первая полоса находится ниже по энергии в случае воды, выступающей в качестве донора, чем в случае, когда вода выступает в качестве ацептора. Соответственно, при различии в природе двукратно ионизованного спектра будут и различия в том, какие процессы эволюции однократно ионизованных, состояние двукратно ионизованное будут проходить. Во-первых, если говорить об ионизации кислорода, воды, зваясь орбиталия кислорода и воды, здесь в обоих случаях будут реализовываться процессы ICD. То есть система будет переходить, скажем так, в зеленое состояние, когда вакансии на разных моментах, потому что так, чтобы обе вакансии перешли на имидазол, такие процессы действительно бывают. Они экспериментально доказаны, что такие процессы могут происходить, но они значительно медленнее, чем процессы с образованием вакансий на… Ну, тем, что процессы ICD, да, как-то зеленые. Если при ионизации 2С-орбиталия азота, которая расположена глубже, ниже той энергии, будет происходить процессы по сценарию АЖ, с образованием оранжевых состояний, то есть две вакансии на молекуле имидазола. Опять же, потому что здесь состояние по типу ICD возможное, но АЖ будет быстрее, это тоже экспериментальный вид. А вот если мы будем рассматривать состояние с внутриволентной вакансией на более полежащие 2С-орбиталия азота и, скорее всего, на низшие 2С-орбиталия углерода, здесь система уже вряд ли будет переходить в оранжевое состояние, ну, прямо совершенно нет такого зазора в энергии. Здесь, вероятно, приятнее всего, что она будет переходить в более выгодные состояния, зеленые, соответствующие релаксации по сценарию ICD. Тогда как в системе, в которой вода выступает донором электронной плотности, во всех случаях, где переход в обратное ионизованное состояние возможен, во всех мы будем попадать в, я имею в виду, для имидазола, при ионизации как одной, так и другой 2С-орбиталия азота, мы будем видеть только состояние типа АЖ. Я хотела показать для, несмотря на то, что тема доклада именно имидазол, я добавила в последний момент еще пару слайдов с перидином и перолом системы с водой. Здесь, в общем, аналогичная ситуация. В одном случае вода является акцентером электронной плотности, в другом – донором. И можно посмотреть именно на спектр двукратной ионизации. В первую очередь видно, что в одном случае, так же, как и в имидазоле, низшими двукратно ионизованными состояниями будут состояния с вакансиями, локализованными на разных молекулах, а в другом случае – состояние с вакансиями, локализованными на разных молекулах. Ну и обобщу. В системах имидазол-вода, перидин-вода и перол-вода при группревалентной ионизации молекулы гетероцикла сценарий эволюции катерон-радикала зависит от ориентации молекулы воды. В ситуации, когда вода является донором электронной плотности, она может экранировать положительные заряды на гетероцикле, и для него становится реализуем именно канал АЖ распада с последующей фрагментацией молекулы. В случае, когда вода выступает в роли акцептора, электронные плотности вакансии на ней стабилизируются, и канал ICD оказывается открыт для путиона гетероцикла на несколько электрон-болок. С другой стороны, при группревалентной ионизации молекулы воды, система предпочтительно эволюционирует через канал ICD с ионизацией исходной нейтральной молекулы гетероцикла. Работа поддержана грантом РТПИ. Спасибо за внимание.